Маленькие дошколята демонстрируют свои творческие способности, развитые в том числе и в стенах этого сада. В Виктории не один год работает система дополнительного образования. Есть кружки по вокалу, хореографии, английскому языку, и за студией, даже секция по плаванию. В городском управлении образования считают такой подход перспективным. Детские сады сегодня должны быть не просто местом присмотра за детьми, а площадкой для получения дополнительного образования и всестороннего развития ребенка. Не всегда мама или папа могут вырваться с работы. Отвезти ребенка в какой-то центр развития. Мы организуем на базе дошкольных учреждений дополнительные кружки, дополнительные секции. Родители с удовольствием откликаются на это, потому что удобно. Ребенок находится целый день в детском саду. Он получает и общее дошкольное образование, и дополнительное образование, не выходя из этих стен, тем самым родители спокойно могут работать, а дети развиваться. Три года на базе детского сада реализовывалась инновационная площадка «Модель государственного общественного управления». Теперь ее место займет новый проект «Родина моя Кубань». Это изучение родного края, конечно же, патриотическое нравственное воспитание подрастающего поколения. У нас есть кубанская горница. То есть мы на занятиях по кубановедению знакомим детей с традициями родного края, с обычаями. Но прививаем, наверное, любовь к своей малой родине. Кроме того, 18-й сад стал первым и единственным в Анапе, где открылись казачьи группы. В этой горнице дети наглядно изучают культуру и традиции предков. Горница разделена как бы на две части. Эта часть создана горница в том виде, в каком дети могут ее представить, какой она была в старину. А эта часть как бы музейная. Здесь экспонаты, здесь уже дети видят костюмы казаков, женский, мужской. Есть какие-то игры, есть предметы, изготовленные кузнецами, потому что ремесла у казаков в старину были самые разнообразные. Пока в Анапе дополнительные кружки работают лишь в четырех детских садах. Но в планах подобную систему дошкольного образования внедрить и в других учреждениях. Но для этого необходимо пройти определенную процедуру для получения разрешения на введение дополнительных услуг. В городском управлении образования работают над этим вопросом.